Братья, я вас всех приветствую! Я хочу тоже проповедовать и прочитать такой простой текст Святого Писания, но очень важный. Послание к Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Послание к Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Будьте постоянны в молитве, бодруствуя в ней с благодарением. Будьте постоянны в молитве. Братья, тема, о которой поручили сказать, это человек Божий должен всегда молиться. В нашей жизни есть много разных дел, которые мы призваны делать всегда. Ну, например, работать, принимать пищу, следить за своим здоровьем. Ну, и много других разнообразных дел, которые нам необходимо и очень важно делать. Если человек по какой-то причине перестает делать то, что он должен всегда делать, то он может от этого чем-то пострадать, попасть даже в какую-то, ну, не очень неловкую ситуацию. Ну, например, если человек перестал работать, вот, лишился по какой-то причине работы или по своей инициативе из лени перестал работать, друзья, ну, семья будет терпеть какие-то лишения, какие-то трудности будет испытывать. Или человек на него что-то нашло, и он перестал принимать пищу. Ну, это не здраво, да? Вот. Если мы не принимаем пищу, все должно иметь здравый смысл. Это пост о чем-то и так далее. То есть здраво. Братья, ну, и много таких ситуаций может быть в нашей жизни, когда, если мы что-то не будем делать, то, что мы должны делать всегда, мы от этого будем страдать. Или попадем даже в какую-то нехорошую ситуацию. Ну, например, знаете, однажды было благовестие в одной местности, вот, прошло хорошее богослужение, вот, и после собрания люди, которые слушали проповедь, они начали так, наши начали с ним беседовать, и они легко так вошли в разговор. Ну, и так, каждый, кто с кем может, тот и беседует. Ну, и вот один брат беседует с другим человеком, неверующим, а тот так внимательно на него смотрит, ну, а наш брат старается, рассказывает ему истины духовные, вот, и думает, он так все внимательно, каждое слово, ну, прям, вот, впитывает. А потом такая пауза, и этот неверующий человек нашему брату говорит, слушай, ты сегодня зубы чистил? И вы знаете, такая неловкая ситуация. Наш брат попал. Братья, ну, вот, вы знаете, даже следить за своим здоровьем, всегда чистить зубы, ну, это норма, правда? Кто это не делает, нужно делать. Вот. Братья, вот можем попасть даже в такую ситуацию, когда мы не делаем то, что мы должны делать всегда, всегда должны делать. Братья, в духовной жизни тоже очень много важных дел, которые мы призваны делать всегда. И даже тогда, когда у нас не хватает, может быть, времени, или мы очень заняты, чтобы не терпеть каких-то трудностей в жизни, или не попадать в какую-то нехорошую ситуацию. Братья, и вот одно из таких очень важных моментов в жизни христианской, этот человек Божий должен всегда молиться. Всегда молиться. Братья, ну, давайте посчитаем. Вот вспомним наш обычный день, который у нас бывает. Сколько раз мы в день молимся? Ну, вот, просыпаемся утром, молимся. Братья, молимся или нет? Молимся, братья, конечно. Так смотрят на меня что-то новое такое. Братья, ну, молимся же утром, да? Вот. Идем на завтрак, молимся перед едой. После пищи молимся. Ну, это уже сколько? Три, да, раза. В обед на пищу помолимся. А? Из дома выходим, помолимся. Там, ужин, помолимся. На ночь помолимся, братья. Ну, так если, ну, раз семь, восемь, до десяти раз мы можем помолиться в день. Ну, как бы ничего. Братья, ну, эти молитвы часто у нас бывают очень такие короткие. Так же, да? Или они бывают, как знаете, на пищу, мне рассказывали из одного брата. Тоже братья так собрались, много людей. И его попросили помолиться на пищу. И он как начал молиться. Господи, благодарю Тебя. Вот. И начал Бога благодарить. И за здоровье, и за силы. И обо всем. И за всех, что собрали здесь. И уже остывает все на пищу. И он так увлекся, так долго молился, что, похоже, и на пищу не помолился. Аминь. Сказал все с радостью. Аминь. А другой говорит, братья, теперь помолимся на пищу. Господи, благослови эту пищу. Аминь. Братья, ну, в общем-то, за день у нас бывают такие короткие, или часто бывают молитвы. Братья, человек Божий всегда молится. Вы знаете, братья, я думаю, что здесь, здесь, в этой теме, заложена мысль какая-то немножко большая, чем мы молимся обычными нашими молитвами каждый день. Вот утром, вечером, на пищу, после пищи, или куда-то идем в дорогу. Человек Божий всегда молится. Здесь что-то заложено побольше. Братья, вот Павел, он в своих посланиях призывал церковь пребывать в молитве. И, ну, например, послание Колоссянам, 4 глава, 2 текст. Он говорит так. «Будьте постоянны в молитве». Послание Римлянам, 12 глава, 12 текст. Написано так. «В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 текст. «Непрестанно молитесь». Братья, вот здесь Павел призывает непрестанно молиться. И, в общем-то, и тема, о которой я сегодня хотел рассуждать, это постоянство в молитве. Постоянство в молитве. Братья, это, ну, здесь, похоже, что-то намного больше, чем наши обычные короткие молитвы, которые у нас, ну, бывают, которые, ну, так, в нашей повседневной жизни. Павел, будучи рабом Божьим, он призывал церковь иметь особое отношение к молитве. Особое. И это отношение иметь всегда. Ну, один текст сегодня уже читали, это послание к Ефесянам, 6 глава, 18 текст. Павел здесь говорит о том, что молитвы наши могут быть не только, когда мы вслух помолились или колени преклонились, но он еще здесь такой мысль говорит, что молиться можно духом, духом. Братья, я думаю, такие молитвы у нас тоже, они бывают и должны быть. Они помогают нам непрестанно или постоянно пребывать в молитве, молитве в духе. Братья, Павел призывает церковь, народ Господень, постоянно пребывать в молитве, он сам был молитвенником. Он сам был примером и образцом. И вот в его посланиях часто можно встречать такие слова. Ну, например, послание филиппийцам, 1 глава, 3-4 текст. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Братья, Павел молился о церкви с радостью. Вот мы сегодня слышали, что Павел просил о нем молиться, чтобы у него слово было, с дерзновением мог проповедовать. Но он и сам о других молился. Павел молился. Другой текст, 1 Фессалоникийцам 1-2. «Всегда благодарю Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших». Всегда благодарим Бога за вас. Всегда. Павел говорит, себя включает и, видимо, других еще служителей. И другой еще текст, 2 Фессалоникийцам 1-11. «Молимся всегда за вас, чтобы Бог наш садил вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и делая веры в силе». Братья, если вы заметили, Павел говорит, будьте постоянны молитве. И сам говорит, что он всегда молится о других. То есть он сам постоянен был в молитве. Братья, если посмотреть на нашу жизнь, то, наверное, мы вспомним, что у нас, может быть, и не всегда бывает состояние, когда мы всегда пребываем в хорошей, такой насыщенной молитве о ком-то, о чем-то. Бывает так, что суета нас как-то вот так вот заполняет нашу жизнь. Бывает, времени не хватает, чтобы помолиться продолжительно о ком-то, о чем-то. Братья, а вот у апостола Павла были молитвы, похоже, не просто одна-две минуты. Если он говорит, «Я всегда молюсь о вас», а их-то много, нужд много. Много братьев, много сестер, где он посещал, много церквей, которые через него образовались, и он всегда, «Я о них молюсь». То есть, это было отведенное специальное время, в которое Павел пребывал в молитве. Павел пребывал в молитве. Братья, вот это очень хорошее состояние человека, брата, если у него есть такое время, когда он может пребывать в таких широких, хороших, полноценных молитвах о ком-то, о чем-то. И вот здесь, как человек Божий, всегда молится. Всегда молится. Братья, вот хочу обратить с вами на три условия, которые содействуют нам для того, чтобы всегда пребывать в молитве. Всегда пребывать в молитве. Братья, эти условия очень доступны для нас, и мы их можем достигать. Но, возможно, нам нужно где-то над собой и работать, чтобы этих условий достигать. И чтобы молитвы наши были не просто две минуты утром, две минуты перед сном, а чтобы они были подлиннее и чтобы они были всегда. Итак, братья, первое условие – это жертвенность. Жертвенность. Жертвенность нужна для того, чтобы отдать свое время с радостью, пожертвовать это время для беседы с Богом о ком-то, о чем-то, о какой-то нужде. Отдать это время свое, которое тебе принадлежит. Это время может быть утром, когда ты встал пораньше. Ты можешь подольше поспать, в постели побыть, а можешь встать пораньше и помолиться Богу. Это твое время. Ты как бы распоряжаешься. Или ты можешь лечь вечером спать, ты устал, и все. Ну, как бы все оправдано. Или можешь пожертвовать свое время для того, чтобы помолиться о чем-то, о ком-то. А может быть, тебя даже и попросили о чем-то помолиться, о какой-то нужде. Братья, первое, что хочется сказать, чтобы всегда пребывать в молитве, о которой имел апостол Павел в виду, нужно иметь жертвенное сердце. Жертвенное сердце. Друзья, наш Христос, вот о нем написано так. Евангелие от Луки, 6 глава. 6 глава, с 12 текста. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Братья, ну как у Иисуса Христа проходил день? Ну, эти дни перед нашими глазами. Он целый день был в труде, проповедовал, беседовал, исцелял. Если появлялась какая-то возможность у Иисуса Христа, но отдохнуть, он тут же засыпал. Вы помните, когда Христос плыл с учениками в лодке и случилась буря, и ученики там стараются все сделать, чтобы лодка не погибла. Вот, переживает буря, вода захлестывает лодку, а Христос спит. Почему? Он устал. Нет, не потому, что его не волнует, что вокруг происходит. Он очень уставал, уставал. Братья, и вот мы вдруг читаем, что Христос при всей усталости пошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Вот как. Братья, пожертвовать время свое, чтобы пробыть в молитве, хоть 10 минут – это жертва. Братья, хоть полчаса – это определенная жертва. Братья, Христос был насыщен вот этой жертвой ради других. А потом, когда он пробыл эту ночь в молитве, он, написано, пришел и избирает учеников. У него было очень важное дело днем. И он это дело не решал так, как придется, как-нибудь. Нет. Он сначала побеседовал с Богом об этой важной нужде. Будет избрание учеников. У него много учеников было, но из них нужно было избрать 12. 12. Христос пробыл ночь в молитве, побыл в общении с Отцом Небесным, а потом делает важное дело. Важное дело. Братья, Христос очень много молился, его молитвы очень часто были построены на жертвенности. И это, конечно, образец для нас, для людей. Братья, однажды... Ну, вот такой пример вспомню. Был такой человек Божий, Иван Якович Антонов. Вы его, наверное, так по журналам знаете. Он был в нашем объединении, где раньше был. И часто к нам в церковь приезжал. Мы его очень любили. Это такой благословенный старец был. И наступило время, когда он отошел в вечность. И вот я у него был тоже на похоронах там. Было очень много людей на похоронах. И вот было о нем такое свидетельство. Это свидетельство рассказывал Николай Степанович Антонюк. И он говорил о том, что Иван Якович, он любил молиться. Любил молиться. И любил молиться по несколько часов подряд. Однажды он посетил наш, мой дом, говорит. И в семь часов проснувшись, он молится. Молится час, другой, третий, четвертый. И он молился с семи часов до двенадцати дня. С семи до двенадцати часов дня молился. Братья, вот в преклонные годы молиться так долго, это непросто. Это непросто. И что интересно было подмечено, он ни на одну минуту не встал. Вот пять часов этот человек благословенный Божий, он простоял на коленях в молитвенном состоянии. Простоял. Когда Николай Степанович у него спросил, вот, Иван Якович, о чем вы так долго молитесь? О чем так долго вообще можно молиться, простоять на молитве? Он говорит, брат Коля, у нас в церкви, в Героворадской, у меня семьдесят членов церкви. И мне нужно о каждом помолиться, о каждом. А еще я посещаю очень много церквей нашего братства, и у всех есть много разных нужд. И я о них молюсь. Я о них молюсь. Это был такой вот, друзья, молитвенник. А ведь мне пришлось с ним в 2008 году в течение месяца совершать служение. И я заметил, что он раньше всех вставал, молился и читал Библию. Друзья, вот такой пример хороший. Иван Якович Антонов. Друзья, таких примеров, возможно, намного больше. У нас очень хорошее братство, хороших братьев, которые прошли перед нами и оставят для нас хорошее богатство, примеры для подражания. Очень хорошие братья. Итак, чтобы всегда пребывать в молитве, нужно развивать в себе такое хорошее качество, как жертвенность. Как жертвенность. Второе, братья, необходимо иметь понимание дела. Понимание дела. Ну, что это значит? Братья, однажды церковь, которая только недавно образовалась, посетили большие переживания. Царь Ирод взял Иакова, одного из церкви, мужей Божьих, благословенных, и убил. Убил. Это очень понравилось иудеям. Иудеям понравилось. И он вслед за этим взял и Петра. И, надеясь, что будет то же самое. То же самое. Братья, вот интересно, в Библии не описана реакция церкви, когда Ирод взял Иакова. Не написано, чтобы церковь начала молиться о нем, чтобы церковь усиленно взывать к Богу стала, чтобы Бог защитил Иакова, чтобы Ирод ничего не сделал, никакого зла ему и так далее. Мы не находим каких-то дерзновенных речей, молитв, которые были бы о Иакове. Можно предположить, что церковь, ну так поразмыслила многие в церкви, что взял, посадил, отпустит, пострадает немножко и отпустит. И вдруг, и вдруг Иаков умершвлен. Он погибает. Он погибает. Братья, и вот здесь церковь, видя, что и Петра Ирод взял, значит, сейчас то же самое будет и с Петром. И церковь уже начинает понимать, она начинает вникать в ситуацию, которая происходит сейчас со служителями, начинает вникать в это дело. И что церковь? Начинает прилежно молиться о Петре. Господи, защити Петра! Господи, пошли в свою охрану! Господи, не допусти, чтобы Петр был умершвлен. Ну, примерно так можно предположить, были молитвы дерзновенные у церкви. Братья, вот когда мы понимаем нужду и вникаем в нее, это нам помогает всегда пребывать в молитве о той или иной нужде. Братья, если мы не вникли в какую-то нужду, вот, как бы так, она нас может в сердце не затронуть, и мы можем даже и забыть помолиться о ком-то, о чем-то, ну и так далее. Братья, а когда мы вникли и понимаем суть нужды пред Богом, братья, мы будем молиться, будем молиться. Друзья, здесь церковь прилежно, с дерзновением уже поняла, в чем дело, она стала молиться. И что? И Бог совершил такие чудеса. Это просто, ну, радуешься, как Господь повел здесь ситуацию с Петром. Он послал ангела своего, и ангел Петра разбудил, говорит, вставай быстрее, цепи упали с рук его, вот, ну и так далее. Мы знаем, что чудом закончилась эта история. Петр пришел в полном благополучии туда, к церкви, где она прилежно молилась. Братья, понимание дела очень важно для того, чтобы всегда пребывать в молитве. Вы знаете, у нас недавно было братское общение в нашей Псковской области, но и была тема такая о верности. Верность там Богу, верность в служении, ну и другие разные темы. И вот была тема верность в дружбе. И рассуждали мы о том, чтобы проявлять верность в дружбе. Вот у Иова были друзья, о которых Иов сказал, что они неверные. Братья мои неверные. И их неверность проявилась в том, что они не были сострадательны к Иову, когда ему было очень трудно. Братья, и вот вдруг после проповеди один брат встает и говорит, братья, давайте мы сейчас помолимся за Архангельскую церковь. Это было немножко даже так для нас неожиданно. Всех. Братья, давайте все помолимся за Архангельскую церковь. И вот все, кто там был, все было, нас человек 30, наверное, было. Мы все преклонили колени и все в таких горячих молитвах молились за Архангельск. Ни один не упустил возможность помолиться. Все в таких горячих, дерзновенных молитвах. Друзья, вы знаете, так приятно. Когда понимаем, что там происходит, какая ситуация там происходит, вот когда вникаем в это, тогда можем и сострадать, тогда можем и к страждущим быть, сожаление, тогда можем и молиться. Братья, вот второе, о чем хочется сказать, это понимание дела должно быть у нас. И последнее, братья, третье, это чувство ответственности пред Богом. Чувство ответственности пред Богом. Оно тоже содействует нам в том, чтобы всегда пребывать в молитве. Вот был такой человек, о нем сегодня тоже вспоминали, это Даниил. Это Даниил. В его время наступает такая ситуация, когда царь принимает указ, чтобы в течение 30 дней никто из людей ни у Бога, ни у людей ни о чем не просил, кроме царя. Братья, и Даниил, Даниил, он не перестал молиться. Почему? Братья, я смотрю, вы спите. Братья, я... Сейчас я уже буду заканчивать, просыпайтесь. Я вспоминаю, знаете, однажды Спержин проповедовал, вот, и тоже после обеда, это было самое трудное время проповедовать. И люди там, ну, сколько было там, и сотни у него людей слушали, они засыпали. И он думал, как же их разбудить? И однажды это я во весь, ну, что у меня было дыхание, говорю, пожар, пожар! Все как проснулись, как один, вскочили. Где пожар? Где Чарль Спержин? Где пожар? Пожар где? А он, пожар, он кричит, пожар, пожар! Они все так, знаете, вот-вот... Пожар будет в аду. Кто не покается, вот, то во грехах будет жить, вот там будет пожар. А тут слушайте. Ну и так вот. Братья, давайте пободрствуем. Друзья, третье. Это здесь очень важно чувство ответственности. И вот у Даниила было чувство ответственности. Он не перестал молиться, не перестал. Он понимал, насколько его молитва, она имеет важность пред Богом. Он три раза в день преклонял колени, вот, открывал окна напротив Иерусалима и как молился, а, братья? Как вот, вот языком проповеди передо мной, как он молился? Братья, да с дерзновением молился он. Хорошо молился. Если бы он там под одеялом молился, возможно бы на него ничего не донесли. А так он вслух хорошо молился, так что люди даже, его, ну, враги, которые были, дело Господне, они тут же к царю и тут же на него доложили и так далее. Знаем, чем, что заканчивалось там. Братья, он понимал, что его молитва, она имеет огромное значение, огромное значение. Вот это чувство ответственности пред Богом за народ, который оказался в таком положении, он молился. Братья, я однажды работал на одном большом здании, которое строилось, это строилась огромная школа, очень большая школа, я выполнял там свою работу, там было много бригад, разных бригад, русских, нерусских, вот, они тоже все делали свое дело, вот, и я смотрю, там работают мусульмане, кто они там таджики или кто, я точно не разбирался, но мусульмане. И вот обеденное время, обеденное время, я прохожу мимо большого зала, где заливаются полы, ну, полы заливаются, знаете, вот такое, и смотрю, на коленях стоит один мусульманин, он преклонил колени, и молится Аллаху. Да, братья, мы понимаем, что мы молиться должны только живому, истинному Богу, истинному Богу. Братья, ну, мне понравилось, что вот у этого человека, он, несмотря ни на что, кто там ходит, кто о нем что подумает, он имеет это чувство ответственности, помолиться. И он преклонил колени, и помолился. Я думаю, даже, что он это всегда делает. Кстати, эти люди часто всегда это делают. Они могут даже в самолете преклонить колени, и помолиться. И все, и все. Потому что у них вот это и есть внутреннее чувство ответственности. Чувство ответственности. Братья, вы помните, когда Христос находился в таком тяжелой, ну, большом переживании. Написано, пот его капал, как капли крови с его лица. Впереди Голгофа, впереди большая борьба. И он обращается к ученикам и говорит, побудьте здесь, бодрствуйте со мной и молитесь. Но, написано, они очень утомились, и они заснули. Они должны были тогда побыть в молитве, поддержать Христа, но они очень утомились, и они заснули. Братья, не бывает ли у нас так? Всегда ли мы имеем бодрость, сил в жизни? Нет, мы, бывает, утомляемся. Братья, как хорошо, когда мы не похожи вот здесь на учеников. Там, где нужно пребывать всегда в молитве, мы засыпаем и не молимся. От этого страдает дело, страдает кто-то по нашему бездействию пред Господом. Братья, как хорошо, когда мы пребываем всегда в молитве. Молитва, она очень огромное значение имеет в жизни. Мне понравилось одно выражение. Бог, сотворивший небо и землю, может кардианально изменить любую ситуацию в твоей жизни. Молись и веруй. Бог, сотворивший небо и землю, может кардианально изменить любую ситуацию в твоей жизни. Молись и веруй, молись и веруй, братья, и поэтому нам нужно тоже посмотреть всем на свою жизнь. Вот мы человеки Божьи, а всегда ли мы пребываем в молитве так, как хотел бы этого Господь? Христос сказал, всегда должно молиться и не унывать. Христос так сказал. Всегда мы ли так пребываем? Научились ли мы так жертвенно молиться, постоянно пребывать в молитве, иметь вот эту внутреннюю ответственность пред Богом за какую-то нужду? Братья, если у нас где-то есть еще здесь промахи, что-то не получается, я думаю, нам нужно молиться пред Господом, чтобы Он нас научил молиться, чтобы нас ничто не отвлекало от главной цели в жизни своей, всегда пребывать в молитве. Вы знаете, я сегодня приехал сюда, ну, немножко опоздал, вот, и уже когда был перерыв, я решил сумочку отнести туда в воскресную школу. Прихожу туда, вот, а двери так открыты, на первом этаже я смотрю, сестра стоит на коленях. Вот. Ну, я аккуратненько поднялся на второй этаж, поставил сумку, там какое-то время побыл, спускаюсь, сестра снова стоит на коленях. Я подумал, интересно, какая жертвенная, хорошая сестра. Она так долго молится, на коленях стоит, никого не боится, вот, дерзновение у нее такое, вот, какая хорошая сестра. А я вижу ее, только голову не вижу. Я так, ну, не удержался чуть-чуть, чуть-чуть, раз в комнату, ну, она почти открыта комната была, а она перед компьютером на коленях. Братья, я говорю, сестра, я думал, ты молишься. А, да нет, я перед компьютером здесь работу делаю. Братья, вы знаете, да, бывает так, что мы где-то какую-то работу делаем перед компьютером. Ну, это и неплохо, и компьютер это как бы средство достижения определенной цели. Братья, ну, я подумал, кстати, эта сестра хорошая, видимо, она любит. Своё дело, служение. Вот, я к чему, братья? Возможно, бывает в нашей жизни, когда мы преклоняемся перед чем-то другим, что нас может отвлекать от молитвенной жизни. Такое может быть. Это даже может быть и в прямом смысле сказать, даже и разные современные технологии, которые могут нас отвлекать от молитвенной жизни. И мы будем очень много что терять в духовной жизни. А иногда попадать не в хорошую ситуацию, потому что мы что-то начали делать, но как следует не помолились. Как следует не помолились. Братья, Христос сказал, должно всегда молиться. Братья, если бы это кто-то из людей сказал, ну, у нас был бы выбор, послушаться или нет. А если Христос сказал, должно всегда молиться, то нам нужно всем послушаться. Пусть нас Господь благословит, чтобы мы научились всегда молиться, жертвенно, вникая в дело и иметь ответственность перед Богом, чтобы прославить Бога и своей молитвенной жизнью. Слава Богу за все. Аминь. Помолимся. Спасибо.